28 признак. Расширение торговли. Абдаллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Перед наступлением судного часа люди будут здороваться только со знакомыми и повсеместно заниматься торговлей. Даже женщины будут заниматься ею вместе со своими мужьями. Амр ибн Туглаб рассказывал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Одним из признаков судного часа является распространение и умножение богатства, а также распространение торговли. Абдаллах ибн Амр рассказывал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Какими вы будете, когда покорятся фарсы и византийцы? Люди ответили, мы будем выполнять то, что повелел Аллах. Он возразил, а может быть нет, вы будете соперничать друг с другом, завидовать друг другу, враждовать друг с другом и ненавидеть друг друга. Вы будете подходить к домам мухаджиров и следить друг за другом. Чрезмерное стремление к мирским благам приводит к ослаблению веры и появлению противоречий между мусульманами. Мусульмане должны трудиться и зарабатывать на жизнь. Но материальное благосостояние должно быть средством существования, а не целью жизни. Именно поэтому пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Клянусь Аллахом, я не боюсь того, что вы будете бедны. Я боюсь того, что мирские блага будут расстелены перед вами, как они были расстелены перед вашими предшественниками. Вот тогда вы станете соперничать друг с другом». Как соперничали друг с другом ваши предшественники. И это погубит вас так же, как некогда погубило их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok